Дмитрий Шагин Дмитрий Шагин Дмитрий Шагин Дмитрий Шагин Легче, конечно, для молодежи просто набрать там в интернете, да, Митикин, Дмитрий Шагин, там будут сразу, даже вот у вас сразу, вот музыкальный альбом вылезает, Митиковские песни. Вот сейчас вот мы фильм снимаем, называется «Митиковская встреча Иры Милосердия». Это как бы некое предложение того фильма с Высоцким «Место встречи сбить нельзя». Я в этом году дебют, я еще и режиссер. Помимо картин, музыки и так далее, вот еще и кино даже. Но это может быть к следующему нашему вопросу о том вообще, чем сегодня живут митики. Вот переходят уже потихоньку кинематограф. Да, чуть-чуть вперед, потому что у нас много есть фильмов, где там и вот и песни, даже вот показывали пластинку, это был замечательный фильм «Митиковские песни» на крысере «Аврора». Вот, это «Морские песни», там и Шевчук, и Гребенщиков, и там целый ряд. Чиж, Бутусов. Вот, а такой вот художественный фильм у нас впервые в этом году. Я думаю, на будущий год я привезу уже его, сейчас у нас монтаж идет, привезу, будет такой подарок всем нашим браткам и сестренкам здесь вот, в Балтии. А вообще кинорежиссуры это для вас новый опыт или когда-то уже имели с этим? Я очень много снимался в кино, но в основном, конечно, как артист или как сценарист отчасти, такой вот дебют, да. То есть я вот так уже до старости лет, можно сказать, вдруг решил себя попробовать молодежную и такую делю дебют. Ну, получается? Ну, монтажер говорит, что ему нравится. То есть мы еще только на стадии монтажа, да. Так что будем надеяться, получится. У нас еще музыка замечательная, это из группы «Аквариум» и «Скрипач» Андрей Сарудинов, потрясающий скрипач. То есть там, ну, очень, я не буду про весь фильм рассказывать, но скажу, что там играют мои друзья в фильме, это Слава Бутусов там играет. Вот, играет Саша Баширов, я не знаю, знаете такого актера? Потрясающе совершенно. А я играю дворника такого послевоенного, дядя Митяя, такой дворник в ушанке такой, с метлой. Мне хотелось бы еще возвратиться в прошлое. Вот интересно просто, в то советское время Митьки это был такой творческий бунт? Ну, он скорее не бунт такой, когда выходят на улицы и протестуют. Это было... Мирный. Такой мирный, да, такой, как у Ганди, да, вот был такой гандизм, да, такой, Митьковский гандизм. Вот, и, во-первых, мы, конечно, очень были недовольны, когда сухой закон ввели, вот, Горбачев. Мы боролись за право людей выпивать спокойно. Ну, и тогда боролись, что была такая даже шутка, что на красный террор Митьки ответили белой горячкой. То есть мне пришлось даже вот с этим делом завязать, и я 25 лет не пью. Ну, так сложилось. Чем, в принципе, разрушаете в какой-то степени образ настоящего Митька. Но я не запрещаю. Я считаю, что нельзя запрещать, если человек хочет, и не у всех есть проблемы, почему нельзя там немножко и выпить. Поэтому у нас очень... Главное у Митьков посыл – это доброта. То есть нельзя никого там строить, там запрещать, понимаете, и тогда, может быть, и наш мир действительно будет милосерднее. Вот как у нашего фильма, да, вот это милосердие. А сила у нас тельняшка. Правда, у меня сегодня, видите, тельняшка такая странная. Видите, она такая... Но все равно полосочки-то есть. Ну, она такая не совсем тельняшка, потому что обычно это белая и темно-синяя, а здесь больше такая голубенькая. Ну, вот ничего, она тоже такая веселенькая зато. Ну, получается, если в советское время Митьки – это был мирный творческий бунт, то сейчас, уже в 21 веке, это классика получается? Вот причисляете вы себя к классику? В школе вас проходят уже? Ну, знаете, я об этом не думаю, потому что если начинать задумываться о достижениях, ну, конечно, они есть. Много всяких было, и премиев было разных, и призов и так далее, и по музеям там картины и так далее. Я, конечно, не задумываюсь, потому что мне хочется быть таким депутантом. Вот я как в кино депутант, и тогда, я думаю, все получится, потому что если так забронзоветь и сказать, что я уже такой классик, уже мэтр, ко мне не подойти, то это неправильно, это не по-метьковски. Поэтому, собственно, и меня спрашивают, а что ты едешь в Ригу? Вот я опять приехал, надо ехать там куда-нибудь в Париж. Я говорю, ну, Париж, во-первых, далеко, во-вторых, здесь сколько братков и сестренок здесь вот наших и друзей, и вообще. То есть надо ехать туда, где ты нужен. Вот, и вот это самое главное. А нигде там, может быть, там богаче, там как-то и так далее, или теплее, вот здесь прохладно довольно. Вот, и я еще, кроме того, привез же еще и диплом премии нашей, нашему рижскому медьку Вадиму Вернику. Слышали про это? Да, конечно, он был как раз недавно у нас здесь, на этом же белом диване. Это тоже большое событие, прямо на открытии от Риги, вот я вручал, и все были счастливы, потому что это второй только дипломант из Балтии. Первый Будрайтис был актером, да, это Литус. Второй вот за книгу Горлицева, он еще и художник, музеичист, тоже участник выставки. И вот так, что у нас награду нашла герой, я просто счастлив, что я вот ему лично это все привез, вручил. И все братки и сестренки рады, потому что здесь очень много людей. А кто у вас, кстати, из Риги-то, братки и сестренки? Расскажите нам поподробнее. Ну, выдам секрет, у меня вообще-то здесь живет дочка моя старшая, ее муж, тоже Митя, вот. И две внучки и внук, они в школу здесь ходят, так что мы еще и своим родственникам приезжаем. А кроме этого, здесь много просто вот приходит к нам на выступы, сейчас вот на Арт-Ригу, просто людей, которые еще давно, с того времени помнят, да, вот еще когда у нас первые были, первая выставка, я уже не помню, здесь было когда-то, там, лет 30 назад, там, ну, что-то очень давно. Вот, а также и молодежь, с удовольствием, вот сегодня приходило много таких лицеистов, школьников. Вот, они прямо автографы берут, говорят, вот, Митяки, то есть тоже узнают как-то, это мне очень радует. Вот, и, конечно, главный у Митяков еще лозунг такой, что побольше светлых полосок на тельняшке. Понимаете, вот, жизнь, она полосатая, да, вот, белая, темная, а все-таки светлого должно быть больше. Вот там вот у нас вот, а, вот, видите, картина показана. То есть, вот этот оптимизм и доброта, они все-таки людям импонируют. Они видят, что вот пришли на выставку, но это, правда, картина не с выставки, это, это с выставки у нас было про балалайку, тема балалайки. Вот, и как-то, я смотрю, выходят такие прямо счастливые. Вот, они пообщались с нами, посмотрели работу, и прямо, я очень рад. То есть, для меня это самое главное. А спрашивают, а будут ли покупать? Да вряд ли. Я привез картины не для того, чтобы там как-то расторговаться и что-то там забогатеть. Просто, чтобы действительно это был какой-то такой добрый посыл вот нашим друзьям, и вообще всем жителям Риги и гостям города. Вот, служуешь вас, и так вот хочется такую небольшую цитату, может быть, привести. Одна из особенностей творческого объединения медьки, значит, отличительная особенность, лексико-грамматические особенности речи медьков, это частое употребление слов братушка или братишка, сестренка, любовь к уменьшительно-ласкательным суффиксам. И все это, когда читаешь, кажется, что это некая внешняя, ну, такая, может быть, поэтическая, художественная форма выражения вашего творчества. Вот слушаешь человека и понимаешь, что нет же, это оно и есть отношение к жизни и к людям. Действительно, это вот то внутреннее, что выражается во внешнее в творчество? Абсолютно да, и это правда. Потому что если ты будешь из себя кого-то строить и как-то выдумывать, ну, и в картинах, это все должно быть естественно. И даже, более того, многие картины мне во сне снятся просто. Я вот утром встаю, зарисовку делаю. То есть это должно все происходить как-то действительно вот, ну, вот по-настоящему. А если так выдумывать, так все серьезно, что вот сейчас мы что-нибудь такое мир перевернем, его не перевернуть так. Его можно перевернуть только добротой. И только. Вот, и все. Ну, такое светлое и доброе отношение к жизни, отношение к людям. Ведь жизнь, она разная иногда. Ну, полосатая. Да, полосатая, как тельняшка у медька. Случаются всякие, в том числе и трудности, и разные сложные ситуации. И они подчас на человека очень влияют и заставляют вот наращивать ту самую кожу. Вот как удается медькам, как удается вам все-таки сохранять и оптимизм этот, и такую вот веру в людей, и человеколюбие. Есть какой-то секрет? Или с этим надо родиться? Или поделитесь какой-то философией? Секрет очень простой. Утром надо встать и просто сказать, что сегодня, вот я счастлив, потому что я живой, я наступил новый день, несмотря на мороз, там ветер, а все равно я увижу свои друзья, увижу счастливые лица. И я вот приду сегодня к вам, приду, потом завтра пойду на Антригу. Я буду счастлив, потому что эти люди, они, я им несу что-то такое доброе и теплое, и они тоже мне. То есть у нас такой, получается, взаимообмен. Вот, и я просто, мне кажется, что надо людям чаще встречаться и общаться. Тем более из разных стран. Вот это очень важная эта Антрига, что я тут подружился с ребятами вот из Японии, там, из Рикявика, с Исландии. Понимаете, это здорово. Где я еще? Ну, из Рижан-то я хорошо знаю художников, а тут вот такой, получается, действительно, какой-то творческий обмен. Друг на друга посмотрели уже, вот, расширилась голография. Вот, у нас тут есть и берлинские митики. А такие встречи, они, кстати, вот на творчество влияют? Вот что-то приобретаешь новое для себя, что потом может отразиться в работах? Ну, безусловно. Я вообще смотрю на других художников и чему-то от них учусь, да. То есть для меня это очень интересно, тем более много нового, то, что я там не видел. И поэтому надо обязательно вот именно встречаться на таких вот выставках международных. Поэтому я думаю, что после ярмарки этой от ФР, я тоже что-то такое, у меня будут новые какие-то мысли и картины, которые тоже будут продолжение, как бы, вот, этого арт-риги, да. Вот как-то так. Вы сказали, ваша дочь же здесь, в Латвии, в Риге. Она пошла по вашим стопам, стала художницей или нет? Вы же сами из семьи художников. Да, да. У меня все предки художники, там, в третьем поколении, да. Вот, и, собственно, мой отец, это, ну, он такой действительно уникальный художник, это Владимир Шагин, он там во многих музеях, и такой уже действительно классик, сейчас его считают. Уже много книг про него, издано альбомов. Ну, вот, а дочка моя, это его любимая внучка, то шел ее учебо рисовать. Вот, она тоже рисует потихоньку, но вот она в этом году еще не выставилась на арт-риги. Я думаю, может, на будущий год, вот, так что, ну, сейчас сложно, все-таки трое детей, надо в школу водить, это такое. Вот, она рисует, да, так что, такая семейная. Вот, а еще, да, кстати, был вопрос по поводу дипломов защищают ли, я тогда, по-моему, не ответил, что действительно очень изучают и в истории искусств, и, причем не только в России. И вот недавно в Америке книга большая вышла, это научная книга о Митьках, то есть профессор Михайлович такой в Нью-Йорке, вот, даже они там изучают. То есть это как бы не, это уже не только за пределы России тоже это как бы, вот. А в какой момент вы почувствовали, вот, может быть, вот этот вот переход, и как он дался, этот переход по внутреннему ощущению от такого действительно, такого свободного движения, свободомыслящих, творческих людей, к такому чему-то уже академическому, о чем пишут диссертации, эссе? Это очень важный, да, вот вопрос, потому что, на самом деле, никакого перехода нет, и я просто про это не думаю совсем, и просто вы задали вопрос, вот, да, так, и я вспомнил, что действительно, а так-то, конечно, я стараюсь и как-то не думать про то, что там действительно что-то изучают и там, и так далее, и дипломы защищают. Потому что жизнь настолько прекрасна, и люди настолько прекрасны, что нельзя как-то так становиться в такую позу бронзовой такой же фигурой, которая на всех так смотрит, отстранена. Я часть этого всего, этой жизни, этого процесса творческого, безусловно, и даже вот по кино, вот, я вижу, как просто, ну, я дебют, а люди с удовольствием снимаются, приходят, участвуют, потому что они видят, что это, ну, интересное, живое, понимаете, это не такое вот коммерческое кино, где там, ну, так, все так вот правильно, вот, мы абсолютно без денег снимали, то есть это вот, ну, как бы, просто вот, такое чистое творчество, это, это, в общем, это счастье на самом деле, вот, я вам так скажу, вот, а когда художник думает о таких каких-то, ну, деньгах и коммерции, ну, тут уже, тогда он выбирает другой путь, это, помните, у Гоголя есть такой роман, по Весневский проспект, вот, и там есть вот разные сюжеты, один про художника, который портрет написал, оттуда выпала такая денежка, ну, и там дальше, там, очень трагично все получилось, художник, вот, то есть художник, он все-таки воспевает любовь к этому миру, к жизни, вот, такая вот, такая вот, тогда, в общем, все получается. Ну, что ж, на этой оптимистической ноте мы поблагодарим вас за беседу, спасибо, Дмитрий, что пришли к нам в гости. Очень рад у вас побывать, замечательно, я надеюсь, что и на будущий год пригласят, а завтра всех зову, потому что вот последний, а, еще будет воскресенье, но он короткий будет день, завтра вот полный, что все обязательно пришли, потому что очень много интересного. Ну, и по сюжету видно, что там разные всевозможные направления, это просто здорово, Арт-Рига, я просто, я счастлив, спасибо.